здравствуйте дорогие друзья у нас сейчас будет ответ на многочисленные вопросы как и когда подкармливать розы у нас с вами уже были ролики о подкормках и есть очень подробная статья на нашем сайте садовый мир как и в какие сроки подкармливать розочку там даются и баковой смеси а там дается и подкормка навозом что навозом обкладывают эту розу из навоза делают травяные настои и так далее так далее вы знаете написали что очень благодаря за эту подробную статью кстати автор это людмила баранова она очень умеет выращивать розы у нее большая коллекция не розы в шикарном состоянии так что этой статье можно доверять но вы знаете написали такую фразу а можно как-то попроще уж больно там вот все это усложнено потому что это человек который очень увлечен розами и хочется для них все 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 самые вкусные приготовить буквально там меню такой целый для розочки готовится вы знаете попроще можно это надо просто купить какие-то специализированные удобрения они так и называются удобрения для роз вот например это фертика я взяла именно потому что от многих уже профессионалов слышу просто хвалебные такие отзывы что реально это удобрение помогает и розы очень хорошо и цветут и листва у них глянцевые здоровые красивые то есть после подкормки вот этой фертикой результат видно довольно быстро и он реально вот если один куст не кормить а другой подкормить разницу тоже видно у меня кстати сказать получился невольный эксперимент мы уже начинали снимать такой ролик о подкормках но нам помешал дождик вот эти кусты мы подкормили а остальные остались без без подкормки прошло какое-то время несколько дней пока мы тут вот собрались между праздниками снова делать этот ролик и явно видно уже результат листочки на этих кустах более дружно пошли в рост они такие красивые и реально и размер листиков тоже больше по сравнению с теми кустами которые остались без этой подкормки то есть уже вот такой результат сравнительный может ведь каждый увидеть один куст подкормите другой оставьте без подкормки вот вам и ответ на вопрос действует не действует удобрение а а теперь о том как подкармливать здесь все написано на упаковочке нормы даны все это если подкормка вот таких уже растущих растений то это 40 45 граммов на куст или на квадратный метр вот как же рассчитывать на квадратный метр все-таки или на отдельные растения но это еще в зависимости от того как у вас посажены розы если отдельно стоящие кусты туда вы вносите вот подкус 40 45 грамм что это значит это две столовых ложки а потому что вот одна ложка она вмещает где-то примерно 20 граммов этого удобрения вы берете просто горсть я уже проверяла и в горсти примерно столько же убирается рассыпаете под кустом грабилочкой какой-то вот разрыхляете и потом после этого обильно поливаете дальше можно вносить при посадке при пересадке тоже это удобрение если при посадке роз то это вносится в яму в посадочную там хорошо все это смешивается с почвой и вот сажается розочка если из контейнеров то там вообще не опасно если с открытыми корнями я бы дозу все-таки немножечко уменьшила да я лучше потом доберу подкормками в последующем да то есть вот при посадке с открытыми корнями как и при пересадке тоже лучше немножечко дозу уменьшить и хорошенечко перемешать с почвой тоже розочка принимается быстрее потому что это удобрение она еще стимулирует рост корневой системы здесь содержатся такие элементы питания которые способствуют вот такому быстрому разрастанию корневой системы гранулы вот они так выглядят и каждая гранула содержит полный набор макро и микроэлементов вот кстати сказать есть такая расхожая фраза что роза дочь навоза да а что в этом навозе преимущественно это азот что плохого в навозе давайте немножечко вот забудем что это просто и складировать нужно где-то этот навоз и запах и так далее можно с этим смириться да но вот смотрите в навозе этот азот ну как вы его померить сколько его там это все зависит еще от степени перепревания вашего навоза да и навозом очень легко перекормить он положили вы под эту розу чуть чуть больше этого навоза и получился перекорм что плохого в этом казалось бы ну роза только лучше пошла в рост до оказывается она гонит так называемые жировые побеги которые не всегда успевают вызреть у нас даже к зиме да вот он такой выстрелил здоровущий и даже к зиме он вот не успевает как следует набрать тех питательных веществ которые помогают ему хорошо зимовать это первый момент второй момент если роза перекормленная ткани у нее такие нежные сочные и они очень легко поддаются нападению и вредителей и болезней и отсюда у вас полчища тли на этой перекормленной розе и отсюда у вас мучнистая роса серые гниль вот эти грибы возбудители они тоже любят вот такие перекормленные нежненькие растения вот смотрите тут дилемма такая недокормленные слабые растения тоже быстрее цепляют и болезни легче подвергаются всем вредителям и перекормленные растения тоже также кстати не только розы и смородина тоже и калина и какие-то флоксы ваши до перекормили и получили там обилие мучнистой росы и тлее чего угодно вот здесь же у нас а так подобраны микроэлементы и макроэлементы что роза получает полноценное питание но при этом вот нет таких отрицательных моментов как я уже назвала да еще вот я сказала что в наводе там азот преимущественно но есть какие-то микроэлементы но зачастую не хватает именно микроэлементов и опять же вот это ведет к тому что роза хуже противостоит болезни если а много микроэлементов в составе удобрений и розы это все полноценно получает замечено что такие розочки меньше нуждаются в обработке от болезней это важно потому что во первых это наша работа во вторых это химическая нагрузка на растение а мы-то с вами за экологическое земледелие да поэтому вот уж подкормили розочку и она такая сытенькая здоровая стоит и практически не нуждается в обработках у тех коллекционеров кто регулярно применяет вот такие качественные хорошие удобрения как фертика у них роза шикарно совершенно выглядит с глянцевой красивой листвой и реально не приходится даже обрабатывать но есть конечно сорта который без обработки не могут да но мы стараемся с вами сажать те которые устойчивы и вот устойчивые там можно даже и не опрыскивать в течение сезона вот как это важно и даже насекомый вредитель тоже на такую сытую хорошую крепкую розочку меньше нападает потому что это роза имеет плотный лист а всем насекомым нравится нежные листочки кушать опять же либо у ослабленных либо у перекормленных вот как важно грамотно применять подкормки а тут расписано как кормить через какое время давать эти удобрения и еще вот тоже фазы нужно знать у роз когда вносить эти удобрения здесь состав макроэлементов таков что азота много поэтому вот это удобрение хорошо именно в начале вегетации дать чтобы за счет азота пошел более активный рост и быстрее розочка набрала бутон а в фазу бутонизации тоже обязательно нужно дать это удобрение потому что вынос идет питательных веществ из почвы просто колоссальный это самый ответственный период у растений не только у роз бутонизация когда вот требуется такое повышенное питание вот еще смотрите какой вопрос задавали про фертику мы уже рассказывали как-то и меня спрашивают а куда такое огромное количество удобрений если вот вносит всего там 20-30 граммов на куст да и куда же остальное у нас только три или пять кустиков этих розочек посажено дорогие друзья здесь вот тоже на упаковочке написано что можно подкармливать и другие растения которые у нас обильные пышно цветут это пионы это клематисы это гортензия вот сирень сейчас готовится распуститься у нее как раз вот фаза бутонизации пожалуйста подо все это вносить какие-то другие многолетники кормить и почему называется удобрение для роз но потому что это такая культура всеми любимые и первое внимание конечно обращают на розы может быть другие как-то вот и без подкормок там могут существовать а роза нет чтобы она пышно красиво цвела конечно же нужно кормить периодично мы вносим повторно эти подкормки раз в 10-14 дней надо вносить вот если у вас песчаные почвы лучше вносить дозировку сделать меньше единоразово да но почаще это делать если у вас более плотные почвы можно придерживаться инструкции и раз в две недели вот кормить или трехразовое питание я вот люблю эту фразу чтобы у вас отложилась до 1 10 дней то есть три раза в месяц запомните даты например вы кормите 1 числа 10 числа и 30 числа вот за правило возьмем и будем свои розочки кормить вот таким образом нужно поступать с розой да есть такая поговорка роза дочь навоза но вот сейчас и навоз то у нас проблематично найти это раз второе молодое поколение которое у нас пришло в сады не любит возиться со всеми этими органическими подкормками не навоз подкладывать не настои в бочке готовить все это не очень приятно пахнет там это все пузырится и так далее вот поэтому и спрашивают нет ли такого волшебного средства посыпал и будет расти вот вам волшебное средство специалисты многие уже отмечают что реально видно результат или это вы все оцените я думаю что я делаю со своими розами все правильно потому что они меня очень хорошо цветут очень пышно обильно поэтому можно говорить о том что и удобрение хорошие и розы сами это оценили так что дорогие друзья вот если увидите приобретайте хранится может сколько угодно это удобрение надо только его правильно упаковать то есть вот вы разрезали дальше завернули как-то еще в пакетик да и поставили чтобы влага туда не попадала я люблю еще делать как даже вот из этого пакета высыпала в какую-то емкость или в банку или в какую-то там пластиковую емкость да герметично закрыла и этикетку приделала там что это у меня именно фертика и тогда хранится сколько угодно хоть два хоть три года и подкарливать свои 35 кустиков роз вот единожды купили это удобрение и радуйте свои растения такой вкуснятиной я желаю всем прекрасного цветения роз ну и простоты в уходе с ними